Дарья Миронова 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 Набережно-Челнинский институт КФУ дает возможность получить классическое образование, ориентированное на потребности современного мира. Выполнить эту задачу помогают высококвалифицированные преподаватели, воспитывающие настоящих патриотов своей страны. Институт соблюдает традиции 200-летней истории Казанского университета, открывая студентам двери в светлое будущее. Кроме того, наши студенты могут проходить стажировку в ведущих университетах и вузах Европы, Америки и дальнего ближнего зарубежья. Студенты выиграют гранты на проведение научных исследований. Также они являются лауреатами стипендии президента Российской Федерации, правительства Российской Федерации, президента Татарстана и правительства Татарстана. В 2015 году приятный сюрприз ждал иногородних учащихся. Было решено отремонтировать один из корпусов студенческого общежития. Капитальный ремонт был проведен за счет федерального бюджета. Важным событием в жизни вуза стало открытие инжинирингового центра КФУ в 2013 году. Центр стал базой для научно-технических исследований, а также целевой подготовки кадров для промышленных предприятий. Студентам открыто более 20 научных лабораторий в области новейших технологий. Набережная Челнинский институт КФУ единственной в городе осуществляет подготовку журналистов. Студенты могут реализовать себя в эфире молодежного радио, на страницах студенческого средства массовой информации studprof.rf, а также в молодежной телепередаче «Знак качества». Знания, которые они приобретают в наших стенах, являются залогом их будущей успешной карьеры. Кроме того, сотрудничество с предприятием региона является залогом их хорошего будущего трудоустройства. Более подробно о том, как поступить в набережную Челнинский институт КФУ, вы можете узнать на главном сайте КФУ. В честь 75-летия с начала Великой Отечественной войны в Петричинском районе прошел митинг о возложении цветов к памятнику. Казанский федеральный и здесь не остался в стороне. Подробности далее. И в нашумевших фильмах война, твой горький след и в книгах, что на полке, и вот уже более 70 лет хранит земля твои осколки. С этих трогательных слов начался митинг в честь 75-летия с начала Великой Отечественной войны в Пестрицах. Из земляков у памятника павшим воинам собрались пестричинцы и гости района. Казанский федеральный университет также не остался в стороне этого важного мероприятия. Поездку в Пестреце организовали Департамент по молодежной политике КФУ, Музей истории Казанского университета и Лицей имени Лобачевского Казанского федерального. На митинге от делегации КФУ выступил участник Афганской войны и работник Чернобыльской АЭС Николай Комиссаров. 75 лет со дня начала войны. Надо сказать, это была самая тяжелая и страшная война. И как бы ни говорили иностранные все идеологи и их государственные деятели, всю эту войну выиграла наша страна, Советский Союз и наш великий многонациональный народ. Стоит отметить, что вместе со студентами КФУ и учащимися лицея имени Лобачевского в Пестрецы приехал и потомок Александра Сергеевича Пушкина, барон Александр фон Гривениц. По его словам, для него большая честь находиться на митинге. Он считает, что подрастающее поколение должно знать, через что прошли наши деды ради мирного неба над головой. Нужно всегда помнить о наших предках, которые совершили великий подвиг и победили ли нас это мирное небо, траву, на которой мы стоим, воздух, в котором мы дышим. Ведь если бы их не было, нас бы тоже здесь не было. После завершения официальной части участники митинга «Минуты молчания» почтили память павших в боях за родину земляков. Затем возложили цветы к памятнику. Нужно сказать, что в Пестричинском районе родился и вырос герой Советского Союза, защитник Брестской крепости Петр Михайлович Гаврилов. В 2010-м при инициативе Николая Комиссарова был создан музей Петра Гаврилова. С помощью и тоже при инициативе бывшего главы администрации Шихулы Галимулчина-Сыбульна, великого человека, я считаю, мы этот музей открыли. У делегации КФУ была возможность побывать в этом музее. По приезде в село Альведино у музея Петра Гаврилова нас ожидал теплый прием и небольшая концертная программа. После чего подробно рассказали о жизни и подвигах талантливого военнослужащего и великого человека. Но следует сказать, что Великая Отечественная война затронула миллионы и миллионы жизней, и моя семья тоже была затронута. Соответственно, в Казанском федеральном университете существует и центр патриотического воспитания, снежный десант, поисковая организация. И вот как раз таки мы совместно ведем вот эту работу патриотическую. И надеемся, что и будущее подрастающее поколение подхватит, так сказать, за нами это дело. Очень важно помнить о подвигах наших защитников. А наша основная задача – это передавать из поколения в поколение информацию о тех страшных временах войны, чтобы человечество больше не допускало таких ужасных ошибок, как война. Адиль Валеева, Евгений Максимов, Универньюз. Вот и наступило долгожданное лето. Студенты сдали экзамены, защитили курсовые работы и закрыли сессию. Так давайте же спросим, как они планируют провести это время? Я буду учить трудовое право, уголовное право и наслаждаться, пока летом я надеюсь, что я все-таки наслажусь, и практику проходить. Возможно, я буду читать на природе, на солнышке с любимой книгой, загорать или что-то подобное. Отдыхать, загорять, плавать. Найти работу, в конце концов. Я пойду на пикники этим летом. Родителям съезжу в Тульскую область. Ну, там хорошие места. Обычно с Московской области туда катаются отдохнуть. Ну, как бы не тронутая еще промышленность. Красивые места, хорошие. Около речки купаться, там прохладненько водичка. Порыбачить. Поехать к себе на родину, отдохнуть в Беларусь, провести там качественное время, сходить, становиться своих друзей. Ну, я не знаю, в лес, на рыбалку, как обычно. Кайфануть. Это лето обещает быть очень жарким, поэтому не сидите на месте, а проведите это время с максимальной пользой. На сегодня это все. Не потрать свое лето впустую. До скорых встреч! Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова